Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Наталья Богданова, и мои коллеги. Но сейчас перейдем к главным темам выпуска. Телеграм могут заблокировать уже завтра. Руководители Оренбургской майнинг-фермы возбудили уголовное дело. Прогулки на улице вызывают трудности у инвалидов-колясочников. В школах Оренбурга проходят первые репетиции к весеннему балу. Подробнее об этих и других новостях расскажем далее. Телеграм могут заблокировать уже завтра. Роскомнадзор попросил об этом Таганский районный суд. Подготовительное заседание состоялось 12 апреля. Представители мессенджера на него не явились. История началась с требования ФСБ передать ключи шифрования для доступа к переписке нескольких пользователей на основании приказа того же ведомства. Телеграм отказался передать ключи и суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей. Телеграм подал иск о признании приказа ФСБ незаконным. Однако Верховный суд отклонил его в марте этого года. Мессенджеру дали 15 дней на то, чтобы передать ключи ФСБ. Этот срок истек 4 апреля. Через два дня Роскомнадзор подал иск, чтобы заблокировать доступ к мобильному приложению. Заседание суда пройдет завтра, 13 апреля. Вместо щедрых подарков зараженный компьютер или потеря персональных данных. В интернете все чаще стали появляться мошеннические схемы. Так в сети появилась страница, которая от лица компании Уфанет якобы раздаривала дорогие планшеты и ноутбуки. Пользователю предлагалось пройти опрос, после чего появлялось сообщение о выигрыше ценного приза. Для его получения требовалось оплатить доставку банковской картой и ввести персональные данные. В настоящее время доступ к сайту ограничен. Компании Уфанет было подано заявление в полицию. По данному факту проводится предварительная проверка. Также специалисты компании напоминают всем, что в сети нужно быть предельно внимательными, не доверять сомнительным предложениям и верить только официальным источникам. Всю информацию о наших новых населенных пунктах, о наших акциях, о наших ценах, тарифах, мероприятиях и многом другом, что касается Уфанет, как в плане услуг, так и в плане каких-либо социальных, либо стимулирующих акций для наших абонентов. Мы всегда размещаем только в наших официальных аккаунтах. То есть это наш сайт ufanet.ru. Также это очень много групп Уфанет ВКонтакте. Есть официальная группа города Уфы, называется она ufanet.ru. Также информацию мы размещаем в нашем профиле в инстаграм. И помимо этого мы очень часто даем информацию про Уфанет на нашем партнерском, нашем родном, любимом городском телеканале ЮТВ. Как в эфире, как вы видите сейчас в новостях, допустим, так и на самом сайте utv.ru. На руководители Оренбургской майнинг-фермы завели уголовное дело. Их обвиняют в злоупотреблении доверием и причинении имущественного ущерба. Месяц назад представители МВД провели проверку в одном из помещений бывшего завода резинотехнических изделий. Туда они отправились в связи с жалобами на кражу электроэнергии. Ранее портал Беловка.рус сообщал, что сумма ущерба составила 60 миллионов рублей. В полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Оренбургской области, а также бойцы ОМОНа, управление Росгвардией по Оренбургской области, которые осуществляли оцепление территории. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили более 6000 единиц техники, которая была подключена к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенные рядом. Предварительно было установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Восьмилетний оренбуржец Миша Захаров больше месяца не был на улице. Из-за редкого заболевания мышцы мальчика атрофировались, и он больше не может ходить. Спустить ребенка на коляске даже со второго этажа становится для семьи настоящим испытанием. Почему? Расскажем далее. Сегодня вышли первый день, получается. А так помогал только брат, но он тоже сам работает посменно. Потому что мы не можем спуститься. Потому что два проема ступенек, я не могу преодолеть вместе с ним. Раньше я осенью еще могла его нести, а сейчас он уже подрос. Просится, вот уже плачет, уже то, что потеплело солнышко, он уже плачет каждый день. Я хочу на улицу, а я не могу ничего. На прогулку удалось выбраться благодаря приезду бабушки из Шерлыка. По словам Миши и его мамы, такие дни для них настоящий праздник. А еще два года назад мальчик ходил в садик, ходил сам. Диагноз мышечная дистрофия прозвучал в 2016-м. Медленно стал ходить, подниматься тяжело стал по ступенькам. Я вот ходила тоже по врачам. Они говорят, все нормально у вас. Одна нога, короче, другое. Это не наш. Ортопед к неврологу туда-сюда. Да, потом уже сдали анализ и узнали, что у нас такой диагноз. Но вот в сентябре 2017-го, получается, стало совсем тяжело ходить. И вот теперь уже мы как бы сидим. А у тебя есть какая-нибудь мечта? Расскажи об этом какая. Есть. Гонщиком быть. Что для этого нужно, как ты думаешь, чтобы отслушать? Машина. А еще? Ноги, чтобы ходили. Вот весь это что-то. Для нас, конечно, мы не ожидали этого, чтобы так, чтобы ходить. И потом раз, вот такой толчок. Непонятно. Нам, конечно, шок это. Это не дай бог никому, как говорится. Но мы все возможное делаем. Очень тяжело это принять. И вот до сих пор как бы очень тяжело. Я думаю, до конца не понимает еще. Так что сейчас вот звал. Пойдемте туда, пойдемте сюда. Мы понимаем, что он не может этого. И нет у нас сил его поднять, куда-то довезти. Он требует и хочет батут. Он всегда любил. Мы с ним ходили на батуты. Потому что сейчас он там уже не сможет на них прыгать. О том, что Миша будет ходить, говорить пока рано. Врачи не дают положительных прогнозов. Семья надеется хотя бы на то, чтобы мальчик мог выезжать на прогулки на коляске. Захарова живут в общежитии. В комнате 11 квадратных метров, где нет пандусов и подходящих для инвалидного кресла дверных проемов. Все дома старой постройки не предусматривали вообще ничего подобного для маломобильных граждан. В конце прошлого года вышло постановление правительства Российской Федерации предусмотрено, что муниципальное образование должно у себя создать комиссию, которая будет по поступившим заявлениям маломобильных граждан обследовать их жилые помещения и помещения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома. Комиссия может принять одно из двух решений. Преобразовать дом для инвалида, если есть техническая возможность, или выдать ему новое жилье. По словам Ларисы Захаровой, они встали на очередь на получение квартиры 1556-ми в списке. Если же комиссия решит, что дом пригоден, приспосабливать его будут по принятой процедуре. Если в многоквартирном доме инвалид хочет что-то сделать, приспособить свое помещение, неважно, вход в подъезд, установить пандус, все вопросы, все вопросы и все расходы на работы по содержанию общедомового имущества, все решается общим собранием жильцов. Жильцы могут и не согласиться преобразовывать дом. Тогда вопрос будет решаться в суде, сообщили в Управлении социальной политики администрации. Какой из вариантов предложат Захаровым, пока неизвестно. Комиссия приезжала к ним 21 марта. Мы будем следить за ситуацией. Наталья Богданова, Александр Грачев, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Сервис путешествий Тутуру проанализировал рынок авиаперевозчиков и составил рейтинг. Данные были сформированы на основании 35 тысяч отзывов пассажиров. В первую тройку попали Аэрофлот, Россия и С-7. Первую авиакомпанию россияне ценят за комфорт и надежность. Вторую – за мягкие посадки. Третью – за соотношение цены и качества. В список также попала ВимАвиа, которая прекратила свою деятельность. Выпускники оренбургских школ уже начали подготовку к весеннему балу. Вместе с кураторами и волонтерами им предстоит выучить несколько танцев. О том, как проходят первые репетиции, расскажем далее. До самого масштабного танцевального события весны осталось чуть больше месяца. И выпускники уже начали готовиться к нему. Кураторы познакомились со своими подопечными и выучили с ними несколько танцев. В этой школе я второй год уже куратор. И получается, с каждым годом дети все более яркие, более веселые. И они уже много что знают по поводу праздника весенний бал. В связи с этим они уже эмоционально настроены на все. И готовы принимать новую информацию, так сказать, в виде наших уроков танца. Готовы к тому, чтобы поработаешь и все будет хорошо. Привет! Ну вот сегодня на репетиции вы наверняка выучили что-то сложное. Можешь показать что-то? Привет! Да, конечно, Вася мне показался трудно, но сейчас покажу. Здорово! Меня сможешь научить? Да, конечно. Давай попробуем вместе. Сначала ты положишь прямо, а потом ты немножко вверх. Раз. Здорово! Здорово! Спасибо большое! Ну что, я буду тренироваться, и я надеюсь, у меня так же, как у тебя, скоро начнет получаться. Весенний балл – это очень круто. Да, очень интересные эмоции. Вообще, я никогда не такими танцами не занималась, но легко, быстро учиться. У нас очень хороший куратор. Сначала танцы на себя, подпрыгиваю на стекло в себя, и в этом дырче танцы на танцах. Ну что, полегче. Скорее всего, баланс. Выучил пока тоже только три, и больше всего мне нравится вальс. В этом году выпускникам предстоит выучить восемь танцев. Помогать им в этом будут не только кураторы, но и волонтеры. Многие из них когда-то сами участвовали в весеннем бале. Кто не знает про весенний балл, поднимите руку. Качество, да, вот это мои ребятки. А я никого из вас не курировала в школе, потому что, да, я сразу их узнала. Ну, самые классные девчонки. Это праздник, это танцы, это воспоминания. У меня осталось очень хорошее воспоминание о весеннем бале. Ну, вообще, там сначала собираются все выпускники, потом идет построение, танцы разные. Вот, то есть, там какой-то как город-профессий, где висят фотографии всякие. Я знаю, что это самое масштабное мероприятие в нашем городе, оно самое веселое. Этот праздник влияет на жизнь города. Не знаю, мне кажется, украшает, делает жизнь выпускников намного веселее. Хоть кто-нибудь вытащит эту сидящую молодежь, типа меня, из дома. Ну, во-первых, сплочение людей, выпускников тех же самых, они сразу классы дружат, все делают сообща, вместе. Люди просто радуются этому событию и вспоминают его в последующем. В этом году у весеннего бала сменился хореограф. Эту роль на себя взяла пиар-менеджер Оренбургского филиала, компанию «Фанет» Алена Батакова. С самого детства, с первого класса я ходила в танцевальную школу. У меня есть диплом, я хореограф по образованию, и мне всегда это очень нравилось. Я люблю танцевать, мне это нравится, меня это заряжает, я кайфую от этого процесса. Именно поэтому в этом году я взяла на себя организацию блока танцев, репетиции с кураторами, с детьми, потому что мне это очень нравится, мне нравится работать с ребятами, и это очень круто. Раз, два, три, раз, два, три, раз, еще. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, встали в исходную. Отлично. Репетиции с кураторами приходили по-разному. Вначале, конечно, всем было неудобно, непонятно, куда шагнуть, куда поставить руку, что сделать. Но в процессе того, как мы начали с ними заниматься, как начали объяснять, что, зачем, они стали более уверенные в себе, потому что сначала был очень большой страх, что у них не получится. Но в выходе они стали крутыми танцорами и даже сами рады, что умеют и бальз танцевать, и польку, и кадриль, есть чем похвастаться. Кураторы и волонтеры будут репетировать с выпускниками вплоть до весеннего бала. Напомним, само событие состоится 26 мая. Для того, чтобы стать частью этого масштабного праздника, нужно прийти на площадь Ленина. Екатерина Роженко, Дарья Казакова, Александр Крачев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на сайте utv.ru или в мобильном приложении UFANET TV, которое вы можете скачать в App Store или Google Play. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»